Вопрос, куда торопятся водители, давно стал риторическим. И теперь чиновники ищут ответ на другой вопрос, как снизить смертность в ДТП. Так, на одном из заседаний озвучили идею ограничить скорость по городу до 40-50 км в час. Мол, водители гоняют на отремонтированных полосах. Однако сотрудники ГИБДД такую инициативу не оценили. Чем дороги у нас лучше, конечно, да, скоростной поток увеличивается. Возможно, возникает и опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Но, если сравнить с плохими дорогами, на них гораздо больше происходит дорожно-транспортных происшествий. То есть водители либо влетают в яму, либо, объезжая эту яму, выезжают на встречную полосу, либо сталкиваются с попутным транспортом. Так что это не показатель. Но у нас город большой, протяженность дорог большая. Если ограничить скорость здесь до 40 км в час, то просто город может встать. И все же многое на дорогах зависит от самих водителей. Немало среди них лихачей, намеренно нарушающих правила. Еще одно предложение – установить побольше камер видеофиксаций, как в Европе. Но и тут загвоздка. Камера фиксирует лишь факт нарушения без выяснения причин. С точки зрения водителя побольше бы на дорогах постов дорожно-патрульной службы отлавливать пьяных водителей. Камера не поможет. Камера пьяных водителей не остановит. По мнению специалистов, несовершенна сама система организации дорожного движения. Инструктор по вождению Олеся Ряпасова рассказывает. Некоторые участки можно описать как игру с повышенным уровнем сложности даже для опытного водителя. Где-то нет разметок, не хватает светофоров, знаки. И тени всегда на виду. Вот, пожалуйста, пешеходный переход. Все заросло кустами, ничего не видно, идут люди или нет. Особенно дети здесь часто ходят, детей абсолютно не видно. Они еще идут, они убеждаются в безопасности. Взрослый человек еще остановится, посмотрит, а вот ребенок нет. И это район потока, что не так далеко от центра. Еще больше опасных участков назовет вам любой водитель такси. Сегодня я проехал по улице Ядренцевой и обратил внимание, что пешеходный переход, точнее, не пешеходный переход, а осторожно дети, находится в кустах. Вот представьте такой момент, что водитель, двигаясь по Ядренцево вверх, в районе Ядренцево-Семис, не увидев знак и, может быть, не будет уже предельно внимательным, что там могут выскочить дети. Тем временем травматизм и смертность на дорогах остается общемировой проблемой. В европейских странах работают над безопасной и понятной дорожной инфраструктурой. А еще задумывается о необходимости совершенствовать системы безопасности в самом авто. В Алтайском крае пока что ищут подходящие меры. На них, кстати, уже запланировано потратить 168 миллионов рублей. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.